Алексей Пехов. «Цена свободы». Читает Михаил Мурзаков. Кнофер хорохорился до последнего. Говорил, что у него есть влиятельные друзья, и стражники во главе с комендантом будут ползать перед ним на коленях, вымаливая прощение. Мол, выпустят, никуда не денутся. А нет, так он живо научит скотов вежливости. Обычная болтовня маленького человека. Быть может, у него и были могущественные покровители, но за те два дня, что я здесь находился, никто не вытащил старину Кнофера. Однако Малый по-прежнему отказывался верить, что влип так же крепко, как и остальные. Так продолжалось до той поры, пока не заскрипела, отворяясь решетка, и в полутемный подвал не вошли вооруженные стражники. «Подъем, висельники! Тощая вдова заждалась!» – крикнул один из них. Кнофер тут же рухнул на пол, завопив, что это ошибка, он не виноват, у него есть друзья, которые вот-вот вытащат его отсюда. Он рыдал, кашлял, размазывал по лицу сопли и слезы, а затем пополз в самый дальний угол. Встреча с тощей вдовой – не самое радостное событие в жизни. «Вот и пришло наше времечко!» – вздохнул старый Олл. «Что-то рано!» – сказал я. «Обычно они так с утреца развлекаются». «Хрен их поймешь! По мне так закат ничуть не хуже рассвета!» «Не скажи!» – подал голос здоровенный парень, имени которого я так и не удосужился узнать. «Могли бы пожить чуть-чуть дольше!» «А ну, заткнулись там! На выход, покойнички!» Спорить и сопротивляться себе дороже. Пятеро заключенных против двадцати хорошо вооруженных солдат не имеют шансов на успех. Все, кроме Кнофера, вышли в тюремный коридор. «Эй!» – крикнул стражник. «Вылезай, крыса! Слышишь?» Несчастный рыдал и выл, без остановки повторяя, что никто не имеет права так поступать с людьми. И они все очень-очень пожалеют. Командир отряда потерял терпение, и больше с упрямцем никто не церемонился. Его выволокли из камеры за ноги, врезав по ходу дела по зубам, чтоб перестал брыкаться. Нам связали руки за спиной, стянув веревку так, что я поморщился. «Двинулись! И без глупости у меня!» «А как насчет последнего желания?» – поинтересовался старый волк. «Вот попадешь в счастливые сады, там хоть обжелайся!» «Двинулись!» – я сказал! Кнофер совсем ошалел от страха, и его пришлось тащить. Это обстоятельство настроение стража не улучшило. Мы прошли длинным коридором, дождались, пока отомкнут внешнюю решетку, затем поднялись по широкой лестнице на первый ярус тюрьмы. Еще один переход. Мимо караулки, мрачных солдат с алибардами, множество чадящих факелов, и вот она – последняя дверь. Тюремщик зазвенел ключами, отомкнул замок, и нас, щурящихся с непривычки от дневного света, вывели в небольшой тюремный двор. Здесь находились помощник коменданта, чиновники из городского совета, лекарь, песец, служитель милота, ну и палач с двумя помощниками. Стоящая в центре двора виселица, казалось, смотрела на нас. Впечатление она производила неприятное. Два вкопанных в землю столба с перекладиной. И четыре петли. Четыре, не пять. Кому-то из нас придется ожидать своей очереди. Увидев тощую вдову, Кнофер обделался. Кто-то из солдат грязно выругался, один из чиновников брезгливо поморщился. Пошевеливайтесь, покойнички, вас уже заждались. Стражник подтолкнул меня вперед. Вот и пожил, забери меня, бездна. Я, сплюнув, последовал за старым олом. Ты, светловолосый, стой! Чуч, март, в начале этого, пусть на веревке брыкается. Кнофер попытался сопротивляться, но бедолагу быстренько утихомирили. Я смотрел, как его вместо меня тащат на виселицу. Не могу сказать, что очень уж сожалел, что уступил свое место другому. Скорее, наоборот. Повезло тебе, парень. Один из стражников усмехнулся по-доброму. Я пожал плечами. Неужели не рад? Чему радоваться? Я от нее все равно не убегу. Рано или поздно буду висеть со всеми. Что? Не боишься умирать? Спросил другой. Привык. Я и вправду не боялся. Когда из года в год отправляешься на прогулку по Сандону, да еще и четырежды встречаешься с рыжими высокоублюдками из дома бабочки, то быстро привыкаешь к тому, что смерть стоит за левым плечом. Умирать, конечно же, не хочется. Но вот бояться... Разучился, наверное. Сейчас учиться заново поздно. Хотя, можно умереть и не в петле. По крайней мере, трое арбалетчиков не спускают с меня глаз. Бежать, а тем паче сопротивляться, бесполезно. Но вот вынудить их стрелять можно запросто. Я прикинул варианты и отказался от этого поступка. Болт в животе гораздо неприятнее петли на шее. Между тем, все было готово. Какой-то тип зачитал приговоры и обвинения. Песец все прилежно занес в свитки. Служитель Милота прочитал короткую молитву. Стоящие рядом со мной солдаты стали делать ставки, кто протанцует с тощей вдовой больше других. Все считали, что Кнофер уж слишком крепко цепляется за жизнь. Ему и выигрывать. Из рук в руки стали переходить сарены. Помощник коменданта отдал приказ, и палач прошел вдоль виселицы, выбивая из-под ног приговоренных опору. К вязчему разочарованию игроков дольше всех за жизнь цеплялся старый Олл. Я усмехнулся. Мысленно ставил именно на старика. Он был крепким, малым, так что полностью оправдал возложенное на него доверие. Интересно, сколько мне отпустит петля до того момента, как придется умереть? Казненные мирно покачивались на веревках, солдаты разговаривали между собой. Помощник коменданта мило беседовал с жердяем-горожанином. И я стал подумывать, что обо мне забыли. Но нет. «Эй, снимите крайнего!» – распорядился командир. «У нас тут еще один висельник!» Помощники палача засуетились, пытаясь избавить петлю от тощей шеи Кнофера. «Двигай!» Я мрачно посмотрел на стражника. «Торопыга!» «Не вынуждай тащить тебя!» Я прошел половину дороги, когда через внешние ворота вбежал толстый запыхавшийся мужчина. Все присутствующие с удивлением воззрились на коменданта. У этого красномордого пожилого человека не было привычки бегать, куда бы то ни было. Скорее наоборот. «Слава Мелоту!» «Успел!» «Отдышавшись, сказал он и посмотрел на меня так, словно я был его самым лучшим другом. До сегодняшнего дня я не верил в чудеса и благоволение богов. Тем сильнее было мое удивление, когда раздосадованные отменой казни стражники разрезали веревки у меня на руках и повели следом за спешащим комендантом. Я бросил последний взгляд на виселицу. Избежать знакомства с тощей вдовой удалось самым счастливым образом. Весь вопрос – надолго ли? Топая под конвоем, я не переставал думать о причинах отсрочки казни. Раньше ребята с расправой не слишком мешкали и в подробности преступлений не вдавались. Раз виновен, то вперед, в петлю. Или на рудники. В пограничных городках нет времени заниматься ерундой, вроде выяснения причин того или иного убийства. Когда у тебя под боком сандон, не до глупостей. Что им могло от меня понадобиться? Мы пересекли внешний тюремный двор, подошли к невысокому зданию. Комендант спешил так, словно от этого зависела его жизнь. Наконец он остановился перед дубовой дверью, поспешно распахнул ее. Милорд, тот человек, которого вы искали, здесь. Вам оставить охрану? Хорошо, если что, мы будем за дверью. Заходи. В комнате находились двое. Первый был уже немолод, с густыми и неопрятными усами и глубоко посаженными маленькими глазками. Лицо грубое, нос большой, но обращение милорд, которым воспользовался комендант, заслуживало внимания. На этот раз со мной собирались говорить не имперские дознаватели. Большая шишка. Незнакомец восседал за столом и с мрачным интересом изучал мою физиономию. От таких людей ничего хорошего не жди. Второй, невысокий и всего лишь на несколько лет старше меня, сложив руки на груди, стоял окна. Этого я знал. Как-никак пять лет провел под его началом. Субтитры создавал DimaTorzok